МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала Север Ольга Руссу. Здравствуйте. В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели» в этом выпуске. Современные мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открылись в социально-гуманитарном колледже. Со знаменательным событием студентов и педагогов поздравил глава региона Юрий Бездудный и спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Совершенствование тарифной политики в Ненецком автономном округе обсудили в региональном парламенте. Участие в совещании приняли представители управления по государственному регулированию цен и ресурсоснабжающих организаций. Депутаты Ненецкого парламента ознакомились с состоянием дорог в городе на Рьенмаре и поселке Искателей. Современные мастерские, созданные по стандартам WorldSkills, открылись в социально-гуманитарном колледже. Современная материально-техническая база создана в профучреждении в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» повышения конкурентоспособности профессионального образования национального проекта образования. Поздравления и подарки принимают педагоги социально-гуманитарного колледжа. Событие действительно значимое. Здесь открылись современные мастерские. В 2019 году Наринмарский социально-гуманитарный колледж имени Волучейского выиграл федеральный грант в размере более 10 миллионов рублей на создание четырех мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. Кроме того, на реализацию проекта были направлены средства окружного бюджета. Миллион сто тысяч рублей. И собственные средства колледжа в размере 10% от суммы гранта. И отрадно то, что молодые профессионалы будут получать подготовку именно в тех условиях, в которых в будущем им предстоит работать. То есть фактически мы сюда, в колледж, перенесли ФАП, сделали группу детского сада, то есть фактически создали те условия, в которых предстоит в будущем работать. Уверен, что из этих мастерских будут выходить настоящие молодые профессионалы. В этом конкурсе на получение грантов принимали участие очень многие-многие коллективы. А вы стали победителями. И федеральный грант получить не так просто. А вы это сделать сумели. Это, наверное, не так часто происходит. На самом деле, и сумма гранта весьма серьезная, которая позволила вот здесь стоять, медицинский социальный уход, та мастерская, которая действительно будет направлена на то, чтобы вы помогали конкретным людям. Основной задачей мастерских является обеспечение практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia. Новое оборудование позволит нам стать центрами проведения демонстрационных экзаменов по компетенциям. Это будут площадки для проведения чемпионатов WorldSkills. Это будут, например, сейчас это уже площадки для такого профориентационного проекта «Билет в будущее», где со школьниками наши заведующие мастерскими отрабатывают уже какие-то профессиональные навыки. Красная ленточка на пути в первую мастерскую перерезана, можно начинать знакомство. Мастерская, медицинский и социальный уход. В наше мастерской представлена функциональная кровать, как один из видов оборудования. Раньше не было этой функциональной кровати. И студенты это видели только, когда шли на практику в больницу. А сейчас нам есть возможность подготовиться, правильно отработать навыки уже до больницы. Современное оборудование позволит отработать навыки по уходу за пациентами, в том числе пожилого и старческого возраста. Изучить основы сестринского дела в терапии и хирургии, то есть в полной степени овладеть навыками будущим медицинским сестрам и фельдшерам. Закупили функциональную кровать. Очень удобная вещь для людей с ограниченными двигательными возможностями. Послеоперационные, старческие. Есть возможность поднятия головного в конце, так же, как и опускание. Дошкольное воспитание – еще одна мастерская. Оборудование, представленное здесь, впечатляет не то, что детей, взрослых. Чего стоит только интерактивная песочница. И ребята что делают? Готовят боевую тактику, так скажем. Играть можно вдвоем, да, и продумать, как защитить эту базу. То есть можно изменять ландшафт, опять же, да, песочек повыше сделать, защитить. Либо вот такими движениями, да, уничтожать противника, да, либо подсыпать его. Педагоги и студенты учебного заведения уверены, работа в мастерских позволит поднять уровень квалификации местных молодых профессионалов на высоту. Больше все-таки интересно то, что связано с техникой, потому что 21 век, внедрение технологий уже даже в дошкольные учреждения. Детей мы учим работать с компьютерами, с интерактивной песочницей, с айду-квестами. Наверное, вот песочница самая интересная, лично для меня. Кроме того, на базе учебного заведения представлены мастерские, преподавания в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес. И сегодня я спрашивал только одну в каждом классе. Это современное оборудование. Это то, на чем вы будете работать в дальнейшем, и получал именно утвердительные ответы. Это, наверное, самое главное. Когда мы можем здесь готовить по специальности, конкретной, чтобы студенты, выходя отсюда, работали в дальнейшем на такой же технике, которая представлена в этих классах. Это, наверное, самое главное. По всей стране сегодня уже создано 800 современных мастерских, а до конца 2024 года будет создано 5000. Реализация проекта направлена на модернизацию профессионального образования за счет внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ во всех профессиональных образовательных организациях. Дети Арктики. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики представило проект программы, в котором нашли отражение предложения поступившие с субъектов арктической зоны. Участие в совещании приняла Римма Галушина, член Совета Федерации от Ненецкого округа. Сейчас Минвосток Развития совместно с Советом Федерации ведет проработку ряда инициатив для того, чтобы в ближайшее время стратегия «Арктика-2035» была полноценно сформирована. И проект «Дети Арктики» начал работу с 2021 года. В ходе недавних парламентских слушаний было рекомендовано рассмотреть вопрос о финансировании летнего отдыха детей, проживающих в арктической зоне. Вопрос о предоставлении федеральной помощи на организацию летнего отдыха юных северян решен. Но в настоящее время не определен механизм финансирования. Я считаю, и в принципе это мнение других коллег моих, что это должна быть отдельная программа, которая постепенно будет наполнена другими направлениями. Принято решение, что в течение недели этот вопрос будет решен. Планируется, что за счет федерального бюджета будет оплачиваться 100% стоимости проезда и 50% стоимости путевки. На 2021 год уже запланировано выделение более 4 миллиардов рублей на эти цели. Я высказала мнение, что федеральная поддержка должна распространяться не только на организованные группы, но и на родителей, которые самостоятельно организуют отдых своих детей. Поскольку не все родители, особенно это касается тех, кто проживает в сельских населенных пунктах, имеют возможность вывести своего ребенка на отдых. И даже те, которые вывозят, несут большие транспортные расходы и средств, конечно, на культурно-познавательную программу у них остается немного. Кроме того, Римма Галушина отметила, что программа должна быть наполнена и другими направлениями. Их также обсудили в ходе совещания. В частности, оценка состояния здоровья детей Арктики, вопросы формирования этнической идентичности, доступность качественного образования для детей-кочевников и другие. Предложения регионов будут учтены. Эх, дороги! Депутаты Ненецкого парламента ознакомились с состоянием дорог в городе Нарьинмаре и поселке Искателей. В ходе рабочей поездки по объектам национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» депутаты окружного собрания встретились с подрядчиками, выполняющими работу на этих объектах. Участие в мероприятии также приняли представители профильного департамента и казенного учреждения «Централизованный стройзаказчик». В рамках программы национального проекта «Безопасные дороги» реализуются три региональных проекта. Общая сумма финансирования в 2020 году составляет 4,9 млрд рублей, где почти 4,5 млрд федеральные средства. Мы начинаем работу, практическую работу над нашим бюджетом. Вы знаете, внесен бюджет в собрание депутатов. И вот непосредственно, если говорить в том числе и по дорожной деятельности, когда мы будем профильный департамент рассматривать, у нас эта работа начнется 12 ноября. Соответственно, необходимо, что все-таки понимать, практически заканчивается строительная часть в соответствии с планами и графиками наших подрядчиков. Надо подводить итоги, что сделано, что сделать предстоит. Абсолютно нормально. Поэтому, если мы говорим, что мы должны понимать, какие необходимые средства закладывать в дальнейшем, для того, чтобы мы выполняли национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Первый и самый крупный объект – автомобильная дорога на Ринмар-Искателе. Генеральным подрядчиком реконструкции выступает общество СМК «Строй». Работа на объекте выполнена на 54%. Основные проблемы – это ковид. Мы планировали сдать дорогу в этом году. Но в связи с тем, что повлияли ковидные все вопросы, мы переносим это мероприятие на следующий год. Предварительное мероприятие, переносное мероприятие, согласованное в том числе с Минтрансом. По словам подрядчика, основная причина – отставание в сроках карантин, которые были вынуждены проходить работники. Не хватило буквально три недели, и 42 тысяч квадратных метров тротуаров не успели уложить всего пять. Освещение смонтировано почти в полном объеме, кроме трех опор. Они сегодня будут установлены. Павильоны остановочные все установлены в полном объеме. Поэтому каких-то больших проблем, я думаю, в течение двух месяцев следующего года до середины июля мы закончим. Капитальный ремонт лесозаводского моста. Работа здесь выполнена всего на 28%. Мероприятия по ремонту этого объекта автомобильной дороги приостановлены. В настоящее время проектная документация проходит государственную экспертизу. Если конструктивный разговор пройдет в таком же ключе, как он сейчас намечается, я думаю, мы выйдем к следующему сезону, к началу строительства дальше. Потому что идет перепроектирование именно объездной дороги, именно установки временного моста. В этом вся проблема. По словам генерального подрядчика, были неправильно проведены геологические изыскания. В месте обустройства насыпи обнаружилось 8-метровое скопление ила. Это повлекло к осыпанию дамбы. Сейчас проектная документация откорректирована и проходит государственную экспертизу. Однако состояние моста вызывает огромное опасение. В данном случае необходимо, чтобы был нормально разработан проект, согласованный. И когда будет проект, тогда уже необходимо будет предусматривать. Это жизненно необходимо будет. Потому что это связь непосредственно города с искателями. Все мы там постоянно ездим по этому мосту. Это наша безопасность. А безопасность в первую очередь. Поэтому, конечно, будут изыскиваться средства, когда будет уже непосредственно проект готов. Следующий проблемный объект – дорога по улице авиаторов. Муниципальный контракт стоимостью более 79 миллионов рублей был заключен в июне прошлого года. Работа выполнена на 95%. Компания-подрядчик уверяет, успеет доделать все работы до конца этого сезона, в ближайшие две недели. Благо, что они не зависят от погодных условий. Все зависит от подрядной организации, как она быстро отреагирует на наши замечания, как она их быстро устранит. То есть, если они это оперативно сделают в течение двух-трех недель, пока еще погода позволяет, то, соответственно, будем вводить в эксплуатацию. А те недочеты, которые исправить сейчас уже не получится, обещают исправить уже в следующем году под гарантийное письмо. Какие замечания невозможно устранить в данный период? Ну, они под гарантийное письмо, да. А какие у них разметки? Ну, это разметка недоделана, озеленение. Ну, начинали делать, да, разметку? Да, да. То есть, как бы, ну, понятно, по погодным причинам. А колодки? По колодцам. По колодцам. Ну, то, что не мешать ходить велосипедистам. Есть решение, оно согласовано с заказчиком. Ну, это тоже, как бы, в целом, в течение двух недель это все можно устранить без проблем. Реконструкция улицы Полярная. Стоимость муниципального контракта составляет более 58 миллионов рублей. Он предусматривает устройство тротуаров, освещение, ограждение, озеленение и непосредственно реконструкцию самой дороги. Однако в апреле этого года с объекта были сняты лимиты финансирования в размере порядка 40 миллионов рублей. В связи с чем, подрядчику в декабре был выплачен аванс на 16 миллионов по условиям контракта. В апреле сняли лимиты, поэтому подрядчик сейчас отрабатывал аванс в 16 миллионов. Он его отработал и отработал даже выше. На данный момент еще порядка 10 миллионов, в принципе, у него есть к закрытию. На сегодняшний день на этом участке автомобильной дороги выполнено 80% работ. Все, что осталось, а это непосредственно реконструкция дорожного полотна, продолжат делать в следующем году. Естественно, при условии восстановления финансирования. Еще один объект – автомобильная дорога по улице Ленина. Стоимость контракта почти 189 миллионов рублей. Срок окончания работ – 31 октября следующего года. По словам подрядчика, работы ведутся здесь без отставания от графика. Вот тут на данный момент работы производится по укладке кабеля, то есть переустройство электрических сетей. Вот, и, скажем так, уже окончание планировки. Газовые сети смонтировали полностью, ливневку, канализацию, все полностью смонтировано. Остались емкости, которые вот на заднем плане, и кабельные линии уложить. Все, в этом году у нас как бы этот этап. Комментируя итоги поездки, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов отметил, что с подрядными организациями налажен конструктивный диалог. Здесь важно, что мы должны максимально использовать федеральные средства, которые поступают в рамках национального проекта. И, конечно, чтобы мы здесь тоже могли свою часть финансирования тоже определить. Это очень важно. Поэтому вот сейчас надо определиться и сказать, чтобы мы уже начнем в практической плоскости, уже понимая, какие проблемы перед нами стоят. Их надо закладывать в тот бюджет, который будет принят на последующие три года. Кроме того, он отметил, что депутаты с пониманием относятся к проблемам строителей. Но устранить все выявленные недостатки нужно в максимально короткие сроки. И завершить работы. Совершенствование тарифной политики в Ненецком автономном округе обсудили в региональном парламенте. Участие в совещании приняли представители управления по государственному регулированию цен и ресурсоснабжающих организаций. Участники совещания отметили значительный рост расходов окружного бюджета на эти цели. С 926 миллионов рублей в 2016 году до 1 миллиарда 400 миллионов рублей в 2020 году. Тариф Севержилкомсервиса на электроэнергию для прочих потребителей без НДС в 2020 году по сравнению с 2016 годом вырос почти вдвое. С 28 рублей 90 копеек до 46 с половиной. По словам руководителя профильного ведомства, постоянным фактором роста расходов на производство электрической энергии является увеличение затрат на ГСМ. Стоимость одной тонны дизельного топлива с учетом транспортировки выросла за последние 4 года на 35% и составляет почти 68 тысяч рублей. Необходимо на самом деле Севержилкомсервису продумать вопрос, а больше всего процент занимает это топливо, то есть по снижению закупки ГСМ, который из года в год увеличивается и на 16% за 5 лет практически увеличилось. Это очень большая сумма. Заместитель главы администрации Заполярного района Андрей Мухин рассказал о принимаемых мерах по снижению расходов организации в сфере ЖКХ, в том числе по оптимизации расходов на потребление топлива. Наше мнение, я думаю, что нужно стучаться федеральным органам власти. Было бы хорошо, если бы была бы ксерстная практика финансирования перевозки ГСМ, либо было бы финансирование закупки и перевозки, либо хотя бы по проценту компенсации банка, либо финансовая поддержка по беспроцентному займу по закупкам. Эти меры позволили снизить расходы на обеспечение северного завоза, но решить проблему высоких тарифов так и не удалось. Данная ситуация, которая получилась в этом году с единственным поставщиком, позволила нам, в отличие от предыдущих годов, когда у нас тизельное топливо росло более чем 12% ежегодно, в этом году мы уложились в 2,2% в индексы установлен Минэнерго, а уголь у нас даже снизился на 4%. В структуре себестоимости электроэнергии в 2020 году затраты на топливо Севержилкомсервиса составляют почти 50%. К примеру, в 2010 году доля данных расходов составляла 30%. Вице-спикер Максим Арбузов предложил создать рабочую группу, чтобы по каждому виду субсидий провести анализ и подготовить конкретные предложения. Вот, например, то же самое Коткино, да, в соседнем регионе в Коми цена электроэнергии килограмм 3 рубля. Там деревня Хангурия, она называется, или Харьяр, Харьяр, по-моему. У них 6, 3 или 4 рубля для всех, а у нас нет. Расстояние между этими населенными пунктами 60 километров, но есть границы. Минский область и Коми. Может быть, обратиться к соседям, спросить, как они достигли. Если снизению понятных субсидируют Архангельскую область, то там не для населения 6 рубля, а для всех. Одним из путей снижения зависимости от дорогостоящих ресурсов при выработке электрической энергии, по мнению ведомства, является замещение классических дизельных электростанций в удаленных пунктах округа гибридными энергосистемами на базе ветрогенераторов, замещением дизельной генерации от 30 до 70%. Этот вопрос мы впредь будем держать под контролем. И мы действительно потом, наверное, возьмем 2-3 позиции и досконально их изучим. Вот каким образом, допустим, топливо, допустим, еще какую-то позицию электроэнергии, давайте ее рассмотрим. Вообще, как бы попробуйте защитить этот тариф? Как бы здесь было сказано, вот допустим, по приобретению того же топлива и потом в перепродаже. Какую вы там маржур закладываете? Потому что я скажу, это действительно серьезно. Над вами смеются порой, потому что те, когда я приезжаю в ту же Мессию Нижнюю Першу, они говорят, а мы бы сделали это завтра. Создайте нам эти деньги. Кроме того, обращаясь к представителям профильных органов власти и ресурсоснабжающих предприятий, спикер регионального парламента подчеркнул, что важно как можно скорее принимать конкретные меры. Поэтому было принято решение прорекомендовать вот эти все вопросы Севержилкомсервису, департаменту нашему, значит, Андриану, который регулирует у нас тарифы все. А вот они предоставят нам информацию до 1 декабря, снова потом мы проведем совещание и будем уже работать непосредственно по направлению, по снижению тарифа, потому что это очень важный вопрос. И фактически на следующий год, если в 2019-м эта сумма была 1,2 млрд, на следующий год это практически 1,5 млрд, это не считая то, что еще будут оплачивать наши бюджетные учреждения. То есть это просто запредельные суммы. К проблеме тарифов в Ненецком округе парламентарии намерены вернуться в декабре этого года. Тогда планируется провести повторное совещание, на котором вновь обсудят работу по системному снижению тарифов в Ненецком округе. Тарифы по вывозу твердых коммунальных отходов обсудили окружные парламентарии на очередном совещании. На территории Ненецкого автономного округа переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами осуществлен в 2020 году. Выделены две зоны деятельности региональных операторов. За первую зону городская агломерация, а также поселки Искатели и Красное село Тельвиска несет ответственность городское предприятие Комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. Вторую зону территории сельских населенных пунктов обслуживает Севержилкомсервис предприятие Заполярного района. На этапе прогнозирования размеров тарифа в 2019 году были выявлены основные проблемы с точки зрения тарифного регулирования, которые не устранены до настоящего времени. Среди проблем в первой зоне деятельности отсутствие газоснабжения на объекте обезвреживания ТКО. При установлении тарифов расходы на приобретаемые энергетические ресурсы комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию скорректированы с уменьшением на 25 миллионов рублей. Исключены нецелесообразные расходы на дизельное топливо и включены расходы на природный газ, так как у предприятия существует возможность осуществить присоединение к газовым сетям. Данное решение на 30% сократило необходимую валовую выручку и тарифы регионального оператора, обеспечив доступность услуги по обращению с ТКО. В Минске в прошлом году это было 2,4% средний, по этому году также 2,4% это самый низкий индекс по субъектам в 2020 году. На 2021 год индексы правительствам еще не утверждены, но есть, скажем так, письма ФАСа, которыми они согласовывают параметры заинтересованные ведомствами. По нам на следующий год стоит 3,8 изменения. У соседей, у Архангельска 3,7, в комиках у нас 3,8. Вторая зона деятельности – территория Заполярного района с дорогостоящей логистикой. Определяющая статья затрат регионального оператора второй зоны – это транспортировка ТКО. 87% в сумме необходимой валовой выручки. Для снижения стоимости услуг по обращению с ТКО во второй зоне необходимо увеличение срока накопления ТКО на площадках с 11 до 36 месяцев. В соответствии с существующей территориальной схемой обращения с ТКО региональный оператор вынужден вывозить отходы исключительно в город Нарьенмар. Отсутствие заключенного межсубъектного соглашения с Архангельской областью и Республикой Коми на размещение ТКО препятствует транспортировке ТКО из населенных пунктов полуострова Канин, Малоземельской тундры, Запада и островов Ненецкого автономного округа на ближайшие объекты размещения ТКО на территории соседних субъектов. Для населения повысить тариф выше предельника не можем. И вся та экономическая ситуация с ростом топлива и изменением потребления, она, влияющий на тариф, она ложится на экономически обоснованный тариф и приводит к дополнительному субсидированию, либо росту платежей юридических лиц. По мнению Сергея Андреянова, снизить стоимость услуг по обращению с ТКО в целом и тарифы для юридических лиц и предпринимателей можно путем частичного замещения субсидий юрлицам в целях возмещения недополученных доходов на субсидии на транспортировку ТКО водным транспортом. Применение понижающего коэффициента к денежному содержанию лиц, замещающих госдолжности, предлагается продлить. На заседании Палаты законодательных предположений большинством голосов принят к рассмотрению законопроект о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа. Предлагается внести изменения в законы округа номер 64 ОЗ от 30 марта 2015 года об оптимизации расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа и номер 140 ОЗ от 25 ноября 2019 года о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа. Законопроект направлен на продление действия понижающего коэффициента 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа. А также на сохранение фонда оплаты труда государственных гражданских служащих округа на уровне текущего года. Законопроект планируется рассмотреть на очередной 31 сессии. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 12 ноября на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok